всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников скульпторов франческо и джорджа мартини пули с цепи own африканский пятнадцатый век дерево масла франческо где джорджа мартини художник сиенской школ а и архитектор один из самых успешных своего времени возводивший храм и дворцы много времени уделяв ше теории зодчества его по сложном списке около 70 крепостных укреплений, возведенных по приказу графа, позже князя Урбина Федериви де Монтефельдро, у которого мастер служил в качестве военного инженера. Его трактат по архитектуре инженериев стал третьим в общем ряду после теоретических трудов Альберти и Филаретти. Во Флоренции Зочи занимался у Бурнеллеска, в Риме копировал древние памятники. В 1460-е, после ученичества у Викетте, он стал работать еще как живописец и скульптор. Картина «Маслом. Идеальный город» долгое время приписывалась к кисти Пьера де Ла Франческо, сегодня она атрибутирована как произведение Ди Джорджа Мартини. Своего героя публис Цепиона Африканского, 235-й год до нашей эры, древнеримского полководца с молодого возраста ведшего победоносные войны с карфагенянами, Мартини изображает средневековым воином в образе куртуазного рыцаря. Красный плащ, золотистые латы, кудри превращают фигуру в нарядную модель. Изящная поза, но никак не предполагает военную ситуацию, хотя на заднем плане видим походный шатер. Ну вот такое описание к работе Франческо Ди Джорджа Мартини, публис Цепион Африканский, 15-й век, я нашел в интернете, пользовался текстом Великий музей мира. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok